Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, правительственная связь. И сегодня у нас в студии министр культуры по делам национальности и архивного дела Вадим Петрович Ефимов. Добрый вечер, Вадим Петрович. Добрый вечер. Вадим Петрович, у нас сегодня с вами замечательная тема. Близкая, понятная и дорогая каждому человеку. Подготовка к 70-летию Великой Победы. Ну, я бы сказала, даже понятно, что 70-летие – это, конечно, очень такая важная и значимая дата. Но, по большому счету, ведь каждое 9 мая – это действительно дорогой праздник. И с каждым годом все время стараются сделать его интереснее, насыщеннее, богаче эмоционально. На самом деле 9 мая – это особенный праздник, особенная дата вообще для каждого, наверное, человека, который живет на территории Чувашской Республики, вообще России. И вообще, наверное, не только России надо брать еще масштабнее. Всего Советского Союза, бывшего Советского Союза. Да, да. И на самом деле нет, наверное, такого самого-самого сокровенного праздника для каждого человека. Понимаете, почему? Потому что вот та война, она затронула практически каждую семью. Каждого, наверное, каждого человека так или иначе затронула. Мы даже вот являемся потомками тех людей, которые принесли нам победу. Вот представьте себе, Чувашская Республика, вот маленькая Чувашская Республика, казалось бы, отправила на фронт более 208 тысяч сыновей и дочерей. Самых, вот самых одних из лучших своих сыновей и дочерей. И половина не вернулась. Понимаете, это на самом деле ведь огромная цифра. Это был уничтожен, на самом деле, наверное, самый такой генофонд, который сказывается, может быть, и сегодня, по прошествии 70 лет. Это на самом деле такая важная дата. По сути, потенциал. Совершенно верно. Потенциал страны был уничтожен, в нашем случае потенциал республики. И, конечно же, мы хотим, чтобы поколения нынешние, прежде всего, молодые люди, прежде всего, дети, знали и понимали, какой ценой было завоевано право на жизнь, мирная жизнь. Благодаря кому мы сегодня живем практически, сегодня вот так ведь вставится вопрос. И, конечно же, вот эти мероприятия, которые запланированы на территории республики, в каждой деревне, в каждом селе, в каждом учреждении, в организации, на предприятии, они, на самом деле, наверное, направлены сегодня, прежде всего, на это. Это, чтобы люди вспомнили. Насколько я в курсе, да в этом году вы прямо очень буквально приступили к сохранению памяти. То есть, внимание было обращено на памятные знаки, мемориалы. Да, памятники, обелиски. Их у нас сегодня в республике насчитывается 1164. Мы провели такой серьезный анализ, работу по паспортизации этих объектов сегодня. Была такая предыдущая цифра, она была 2009 года. Мы апеллировали в последнее время именно этой цифрой. 1026 объектов. Но, вот проанализировав сегодня, практически обошли, дошли до каждого вот этого памятника, обелиска, памятного места в республике. Их у нас насчитывается сегодня 1164. И, конечно, они находятся, каждый находится в разном состоянии. Скажите, так не все находятся в хорошем состоянии. Совершенно верно, совершенно верно. И вот совершенно справедливо, наверное, было обращено внимание именно темой последнего информационного дня, который прошел буквально недавно в республике, как раз изучение состояния этих памятников на территории наших муниципальных образований. И сегодня, на самом деле, мы понимаем, что органы местного самоуправления, активисты, люди, которым небезразлично это все, вот состояние этих памятников, практически уже приступили к обновлению, благоустройству, ремонту этих памятников. Я думаю, что вот эта задача, которая сегодня поставлена главой Чувашской республики Михаилом Васильевичем Игнатьевым, к 15 апреля завершить работы по приведению их надлежащего состояния, она будет выполнена. Владимир Петрович, кроме работы с памятниками, То есть, насколько я представляю, будет большая, очень большая, очень насыщенная культурная программа. Что предполагается? Это, в первую очередь... В чем могут принять участие все горожане и жители республики? Да, в первую очередь я, конечно, хотел бы обратить внимание на всероссийские акции, в которых республика наша традиционно участвует. Это вот Георгиевская ленточка, Бессмертный полк, вахта памяти. Они, конечно, и в этом году будут проводиться. Но они будут проводиться масштабнее, еще насыщенней, с какими-то новыми элементами. Поэтому это, конечно, будет безусловно. Но, кроме этого, еще я бы хотел обратить на несколько таких моментов, что все эти акции будут проходить в один день, и начало этих мероприятий будет по всей республике и во всей стране в одно и то же время. И особо хочу подчеркнуть здесь на нескольких таких акциях. Это, прежде всего, вахта памяти, которую мы будем организовывать и проводить 8 мая в 10 часов утра. Это вот в 10 часов утра у нас начнется почетный караул. То есть будет выставлен первый почетный караул. Да, почетный караул. Первая смена. Да. И, значит, это вот всероссийская акция. На каких условиях можно будет принять в ней участие? То есть люди уже заранее известны или могут желающие присоединиться? Нет, могут, конечно, желающие присоединиться. Но, конечно, организационная работа там будет соответствующая проведена, чтобы это все будет соответствующее сопровождение. Там может быть и музыкальное сопровождение, и комментарии, там зачитывание фамилий погибших. Но здесь у нас такого жесткого регламентирования, что как это все должно происходить, у нас нет. Это просто сценарий будет отрабатываться каждым организатором самостоятельно. Но эта акция, она состоится. То есть у каждого из этих тысячи ста памятников и Белисков будет организовано? Совершенно верно. Это первое. Второе. Есть такая инициатива Чувашской республики. Мы его на республиканском уровне впервые проводим в этом году. 8 мая, вот после проведения этой акции вахта памяти, будет организована акция во имя Великой Победы. В 18.30 во всех учреждениях культуры, клубах республики, а их у нас более 700 сегодня, в домах культуры, будет организовано праздничное собрание и праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Проводилось это достойно, но проводилось в разные дни. Кто-то проводил его 6 мая, 7 мая, а здесь мы решили таким образом. Мы все-таки для того, чтобы показать единство, сплоченность, это организовать одновременно во всех домах культуры и плюс еще с подключением через видеоконференц-связь с нашей государственной филармонией, где также на уровне республики будет в это время проходить часть этой акции уже с участием Чувашской государственной академической симфонической капеллы. И люди могут там подключаться, видеть, какие произведения будут исполняться в филармонии, могут те или иные произведения целиком послушать или как-то использовать в своей концертной программе. Вот это такая идея еще есть. Ну и самый главный день, это, конечно же, 9 мая, когда будут возлагаться цветы к монументам, к вечному огню в Чебоксарах, в частности, к братским могилам. И в Чебоксарах состоится парад нашего сводного полка Чебоксарского гарнизона. И в завершение этого парада мы хотим его завершить вот парадом бессмертного полка. И в этом году мы призываем, кто желает участвовать в этой акции «Бессмертный полк», собраться на площади республики, ну, около 12 часов дня, 8 мая, и уже вот у нас парад, допустим, 12... То есть будет отдельное место формирования колонны. Да, формирование колонны, и эта колонна потом уже пройдет по улице Ленинградской на Красную площадь, и они вот вольются уже вот в колонну парада. И в этом году желающие принять участие в этом мероприятии могут совершенно бесплатно изготовить вот эти портреты единого образца, единого формата, размера в фирме «Листок», которая изготовляет эти портреты. Могут туда прийти люди с фотографиями или на электронных носителей, у кого какие возможности сегодня нет, и эти фотографии будут напечатаны. Вот это еще одна такая масштабная акция. Мы, конечно, планируем, что такие же акции, они пройдут во всех наших районных центрах, в муниципальных наших районах. Конечно же, важно, чтобы вот внуки, правнуки, победители или и тех, кто вернулся и кто не вернулся, прошли с портретами своих вот дедушек, бабушек по колонне. Думаю, что все получится, потому что 9 мая все-таки это такой день, когда никого не нужно заставлять. Да. Ну, есть, вот буквально недавно мы провели такую рабочую группу с участием представителей республиканского военкомата. Да, они формируют и планируют проведение парада. Есть такие нововведения, которые мы пытаемся ввести. Это и изготовление, и пронос штандартов тех дивизий, которые были сформированы на территории Чувашской республики, а их четыре дивизии, которые были у нас в Чувашской республике сформированы. Ну, кроме этого, еще были и такие сформирования, воинские формирования, как батальоны, там особые роты, может быть, были сформированы. Но мы особый акцент делаем на дивизии. Ну и, конечно же, множество мероприятий, которые проходят во всех сегодня учреждениях культуры, они уже начались. Это и выставки, это и всевозможные конкурсы, викторины, познавательные часы, митинги, концертные программы, литературные часы, которые посвящены Великой Победе. Это уже в плановом режиме. То есть все в однообразии формы и жанров задействовано. Вадим Петрович, вот такой вопрос. Очень многие ветераны, к сожалению, не могут принять участие не то, что в параде, они вот даже до концерта дойти не могут. Как их включить в культурную программу, чтобы они почувствовали, чтобы как-то, не знаю, вспомнили, может быть, военные песни? Ну, у нас эта работа, она уже налажена. Нужно отметить, что в республике уже на протяжении вот нескольких лет, 9 мая, волонтеры приходят, не только волонтеры, там представители тех или иных трудовых коллективов, где вот ветераны работали, они формируют такие группы и выезжают уже непосредственно домой к ветеранам. На самом деле есть там лежачие, которые на самом деле не могут сегодня и передвигаться, и вставать с постели. Но вниманием каждый ветеран, именно вот Михаил Васильевич Игнатьев, это постоянно подчеркивает, что каждый ветеран, каждый участник войны, к труженик тыла, должен быть сегодня обязательно уделен. И обязательно должно быть вот такое чуткое человеческое внимание, отношение к каждому ветерану. Вадим Петрович, в завершении нашего разговора давайте еще раз напомним людям, которые хотят принять участие во всех этих массовых мероприятиях, что, где, когда, во сколько. Это, безусловно, первая акция, это, значит, вспомним всех поименно. 8 мая предполагает трансляцию на рекламных видеоэкранах, установленных в центре города, в Чебоксарах, и не только в Чебоксарах, их у нас сейчас и в других городах и населенных пунктах достаточное количество имеется, видеороликов с титрами, именами погибших на фронтах. Это и вахта памяти, о чем я сказал. Вахта памяти это 8 мая в 10 часов утра начнется у каждого обелиска на территории республики. Вот почетные караулы будут уже выставляться. Это память и наша акция республиканская, которую мы запланировали. Это во имя Великой Победы 8 мая в 18.30. Георгиевская ленточка, она стартует уже немножко пораньше, я думаю, что уже где-то, наверное, в начале мая. Первая массовая раздача георгиевских лент уже начнется после первомайских праздников. И мы переходим на 9 мая. 9 мая это парад Чебоксарского гарнизона и митинги во всех районных центрах и наших на территориях сельских поселений. Это в 12 часов. В Чебоксарах, я имею в виду, в Чебоксарах парад начнется в 12 часов. После завершения прохождения сводного полка Чебоксарского гарнизона начнется у нас акция «Бессмертный полк». И здесь, конечно же, для ветеранов будет проходить такие мероприятия, как «Стена», «Солдатская каша», концертные программы на различных площадках. Это я имею в виду город Чебоксары. Ну и в наших городах и районных центрах, в селах это также по такому же сценарию будет организовано проведение мероприятий 9 мая. Но помимо этого у нас будет активно реализовываться проект «Память поколений». Это конкурс рисунков, вокальных детских коллективов. Помимо этого будет, конечно же, проходить оформление наших населенных пунктов в той стилистике и в той тематике, посвященной Великой Победе. И, в частности, в городе Чебоксары это «Стена памяти», когда у нас будет организована такая стена, где будут установлены фотографии родных и близких, воевавших в Великой Отечественной войне. Таких мест в городе Чебоксары будет два. Это Мемориальный комплекс «Победа» и площадь республики. И еще один проект – это «Народная победа». В городе Чебоксары этот проект успешно реализовывается в последние годы. Предполагается оформление главных улиц портретами ветеранов. Я думаю, что этот опыт будет применяться и в других городах, и районных центрах. Такие же мероприятия будут запланированы, организованы и проведены и в других наших городах и селах. Ну что ж, спасибо вам большое. Встретимся 8 мая в 10 часов утра на «Вахте памяти». Спасибо. Дальше мы обязательно присоединимся ко всем мероприятиям. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был министр культуры по делам национальностей и архивного дела Вадим Ефимов. Всего доброго. До свидания.